Волжский еще в 2019 году стал одним из пяти городов России, включенных в программу БРИКС. Сотрудничество местных властей с Минстроем РФ и новым банком развития БРИКС позволило осуществить модернизацию инженерных коммуникаций. Благодаря проекту развития систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации, в текущем году уровень комфорта жителей Волжского значительно повысится. Но что именно сделали в рамках вышеупомянутого проекта и что планируют реализовать в будущем? Чтобы получить ответы на интересующие нас вопросы, редакция «Блокнот Волжский» вместе с Сергеем Аксеновым, начальником службы реализации проектов управления экономикой городской администрации, побывала на муниципальном предприятии «Водоканал», где Сергей Николаевич пообщался с директором предприятия Юрием Орловым. Четыре года назад, когда праздновали 65 лет городу Волжскому, губернатор нашей области и глава города поставили нам задачу по модернизации и ремонту сетей, в том числе и их развитию. Нам удалось зайти одним из пяти городов по России в программу «Брикс» – это новый банк развития. Мы выполнили полностью первую часть. Сегодня работы сдаются и вводятся в эксплуатацию. Также мы участвуем в программе «ИБК» – это инфраструктурные кредиты, где тоже сегодня выполнили все работы. Работы сданы и введены в эксплуатацию. Но для того, чтобы продолжать дальше, нам необходимо сегодня получить проектное решение. Поэтому «Водоканал» продолжает эту работу. Мы очень надеемся, что приступим ко второй части и «БК», и «Брикса». И город дальше будет развиваться. За счет средств банка «Брикс» было реализовано пять проектов. Они очень большие и очень значимые для города. Если так кратко перечислить, то первое – это построен водовод от третьего до четвертого подъема. Были построены сети к поселку «Мираж». Была реконструирована насосная в новой части города КНС-15. Была заменена сеть канализационного коллектора по проспекту Ленина вдоль 14-го микрорайона. То есть все эти объекты позволяют повысить надежность снабжения коммунальными услугами, водоснабжения и водоотведения жителей города. Ну и повысить качество предоставляемых услуг. И сейчас находится в стадии проектирования 13 объектов по водоснабжению и водоотведению для строительства новых микрорайонов. Это микрорайоны 38А, 41, 42, которые только планируются к застройке. Естественно, застраивать их на сегодняшний день нельзя, потому что нет сетей. Вот когда появятся новые сети, и застройщики, естественно, будут строить жилые дома. Так что реализация всех проектов идет по намеченному плану. И вот по плану до конца 2025 года в рамках инвестиционного бюджетного кредита реализация должна произойти строительство этих объектов.